Здравствуйте, люди добрые! У нас сегодня новая сказка русская народная. Как коза избушку построила. Жила когда-то старуха-говоруха, и была у неё коза с козлятами. Утром люди встанут, за работу примутся. А старуха всё на печке полёживает, только к обеду подымается. Поест, попьёт, да и давай говорить. Говорит, 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 говорит и с соседками, и с прохожими, и сама с собой. А коза с козлятами в хлеву заперты. Ни травки им пощипать, ни водицы попить, ни побегать. И вот как-то раз и говорит коза своим козлятам. Козлятушки, дедушки, нежитьё нам у старухи-говорухи. Пойдёмте-ка мы в лес, построим себе избушку. Козлятушки, дедушки, нежитьё нам у старухи-говорёхи. Пойдёмте-ка мы в лес, построим себе избушку и будем в ней жить. Как выпустила старуха-говоруха козу с козлятами из хлева, они побежали. Только их старуха и видела. Прибежали они в лес и стали искать место, где по избушку построить. Подошла коза к лесной яблоньке и говорит «Яблонька, яблонька, можно мне под твоими ветками избушку построить?» «Не строй подо мной избушку», — отвечает яблонька. «Яблоки с меня упадут, твоих козлятку шибут, найди место получше». И пошла коза с козлятами дальше. Увидела высокий дуб и говорит ему «Дуб, дуб, можно мне под тобой избушку построить?» «Не строй подо мной избушку», — отвечает дуб. «По осени желт с меня упадут, твоих козляток ушибут, сама гревать будешь». Пошла тогда коза к осине. «Осинка, осинка, можно мне под тобой избушку построить?» Затрясла осинка своими ветками, всеми листочками. «Мои листики днем и ночью шумят, твоим деткам спать не дадут. Найди местечко получше». «Нечего делать», — отправила с коза с козлятами дальше. «Пришла к шиповнику». «Шиповник, шиповник, можно мне под твоими веточками из пушку построить?» Закачал шиповник веточками. «Что ты? Что ты, коза? Или не видишь, что все мои веточки в колючках острых будут твои козлятушки, прыгать, скакать, всю шерстку себе повыдерут. Ступай, коза, дальше, ищи место получше». Вот и пришла коза к березе. «Березка, березка, можно мне под тобой избушку построить?» Качнула березка веточками и сказала. «Я твоих козляток от зноя уберегу, от дожди-ка спасу, от ветра укрою, строй подо мной избушку». И обрадовалась, сказала. «Построила под березкой избушку и стала жить в ней со своими козлятами». Вот такая сказка о сказочке нашей конец. А кто слушал, молодец! На сегодня до свиданица и до новых с вами встреч! «Последний и и и и и и и